Согласно постановлению киевского правительства, отбирать машины будут по всей стране и при том бесплатно. Компенсацию за свой транспорт владелец получит только если технике будет нанесен какой-либо ущерб. Резко против этого решения кабинета министров выступили даже лояльные киевским властям организации, такие как Автомайдан. Они считают, что военные теперь смогут просто отбирать у граждан понравившиеся автомобили. Примерно полчаса назад около ста автомобилей с российской гуманитарной помощью прибыли в Донбасс. Машины привезли в Донецк и Луганск более тысячи тонн грузов. В основном это продукты питания и медикаменты, в том числе дефицитный в Донбассе инсулин. Это уже 31-й по счету гуманитарный конвой, который Россия отправила в оказавшийся в блокаде регион. Действия России на Украине застали врасплох Соединенные Штаты, занятые проблемами афганистана. Афганистана и Ирака. Такое признание Эштон Картер сделал в Эстонии. Он выступил перед американскими военнослужащими, принимающими участие в учениях НАТО. Мы не хотели этих новых вызовов, потому что в последние 15 лет мы были заняты. У нас был Ирак-Афганистан, у нас было много чего в мире. Но затем, внезапно, мы получили такое поведение со стороны России. В США суд официально огласил смертный приговор Джохару Царнаеву. Он признан виновным в осуществлении теракта на бостонском марафоне в апреле 2013-го. Царнаев впервые воспользовался правом выступить. И подробности у нашего СОПКОРа в США Александра Христенко. На последнее заседание суда в Бостон Джохара Царнаева привезли под усиленной охраной. Судья должен был зачитать смертный приговор. Участников процесса перед зданием встречали противники высшей меры наказания. Они пели и говорили о милосердии. Ужасная ошибка убивать людей, которые совершили убийство, и тем самым показывать, что убийство это плохо. Мы оказываемся в одной компании с такими непросвещенными обществами, как Иран и Саудовская Аравия. Но процесс пошел по плану. Высказались все, кто хотел. Пострадавшие и родственники погибших. Большинство одобрили смертный приговор. Царнаев, одетый в серую рубашку и черный пиджак, иногда смотрел выступающим в глаза, иногда опускал голову. До последнего никто не знал, воспользуется ли он правом ответить. Царнаев заговорил. Сейчас я хотел бы извиниться перед жертвами и пострадавшими. Сразу после совершения теракта, в котором я, несомненно, виновен, я узнал имена нескольких погибших. Их лица. И я прошу прощения за причиненный мною ужасный ущерб. За то, что я отнял жизни. За страдания, которые я причинил. 15 апреля 2013 года на финишной прямой бостонского марафона прогремели два взрыва. Самодельные бомбы, начиненные металлическими шариками. Трое погибших, в том числе восьмилетний ребенок. 264 человека были ранены. На процессе Царнаев вел себя спокойно, выглядел расслабленно. Улыбался и шутил с адвокатами. Даже в последний день суда. Я сожалею о том, что когда-то хотела услышать от него извинения. Потому что в том, как он сегодня говорил, не было ни капельки сожаления и сочувствия к тем страданиям, которые он принес в нашей жизни. Из Массачусетса Джохара Царнаева переведут в тюрьму штата Индиана, где он будет ожидать исполнения приговора. Смертельные инъекции. Все решено, но ничего не кончено. Обычно защита в таких случаях подает различные апелляции, заново рассматриваются процессуальные решения судьи и публикуются прежде засекреченные доказательства. На все это могут уйти годы и десятилетия, прежде чем приговор будет проведен в исполнение. Это мучительное ожидание тоже часть наказания. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова, Американское бюро вестей. Переговоры премьер-министра Греции и тройки международных кредиторов, продолжавшиеся до глубокой ночи в Брюсселе, завершились безрезультатно. Вопрос, за чей счет решать проблему госдолга. Афины хотят повысить налоги для состоятельных граждан. МВФ настаивает на сокращении социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения. Между тем, до дефолта Греции осталось шесть дней. Сегодня днем в Брюсселе собирается Еврогруппа. Министр финансов стран зоны Евро будут решать вопрос о целесообразности очередного транша финансовой помощи Греции, который нужен ей, чтобы расплатиться по долгам. В Москве открылась выставка «Военная география. Гриф с секретности снят». На ней представлены экспонаты о вкладе в победу, который сделали ученые в погонах. Долгие годы эти теперь уже раритеты хранились в архивах и не были известны широкой общественности. В открытии выставки принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Все это время верой и правдой служили науке, служили нашей стране. Ну а во время войны совершили массу замечательных не только открытий, но и, безусловно, подвигов. Какими картами пользовались бойцы Красной Армии, когда брали Берлин, какой вклад в победу внесли топографы? Выставка «Военная география. Гриф секретности снят» организована Русским географическим обществом совместно с Центрально-военно-морским музеем. И вот об уникальных экспонатах рассказывает Екатерина Фисенко. Не просто выставка, а маленькая церемония. Еще одна дань памяти тем, кто делал Великую Победу. Рассекречены карты, которые до сих пор видели только солдаты Великой Отечественной и картографы Ленинграда. Им практически с нуля, создавшим гражданский картографический архив и посвящена выставка. Подполковник в отставке и защитник Ленинграда в 41-м году 16-летним мальчишкой, оказавшимся под Гатчиной, в то время предпочитал пользоваться трофейными немецкими картами, а не отечественными. Когда здесь мы сравнивали с теми картами, которые отбирали у пленных немцев, конечно, разница ощущалась. Каждый кустик. Мы специально смотрели группу кустов на наших понятиях. Там изображено все. Для исправления ситуации были мобилизованы лучшие картографы и географы Ленинграда. 80 человек. До конца блокады дожили 40. Под обстрелами и бомбежками работали с нехитрыми тогда устройствами. На ходу изобретали новые военные методы наблюдений за погодой, когда трассирующая пуля вдруг становилась прибором. По определенным углом выстрелил. И когда он входил в область, появлялось распрощенное пятно. И простым геометрическим путем вращалась высота облаков в ночное время. Вот это настоящая картографическая реликвия. Подробнейший план Финского залива. Остров Котлин, прикрывающий Ленинград с моря. И две малых, не столь известных дороги жизни. В блокадный город из Кронштадта везли муку и консервы. Летом географы вели наблюдения за минами. Зимой прокладывали дорогу по льду. Гидрографы специально мерили толщину льда. Проводили вот эти караваны сюда по этим дорогам. Он брал компас небольшой и вел по этой дороге. Здесь уникальная фотосъемка, занятого фашистами берега Невы. Приборы, личные вещи и почти неприметный экспонат, но столь значимый для Великой Победы. Казалось бы, ничего особенного. Обычная карта Берлина, но именно ей пользовались русские солдаты при взятии немецкой столицы. А составили ее заблаговременно. Еще в 43-м году в блокадном Ленинграде, зная, что Берлин все же падет. При помощи туристических путеводителей, открыток, планов и схем нанесли на карту 200 объектов. И все командующие фронтами знали, номер 106 это Рейхстаг. Их оружие, градусники и линейки. Но все больше становится понятно, этими гражданскими людьми, неожиданно получившими погоны, ковалась Великая Победа. Екатерина Фисенко, Алексей Сосырин, Дмитрий Лукашевич. Вести. Петербург. Скандал с прослушкой американскими спецслужбами президентом Франции продолжается. Политики Пятой Республики требуют жесткой реакции на действия Вашингтона. Журналисты обсуждают технические подробности шпионажа. И вот что сообщает по телефону из Парижа наш корреспондент Стас Натанзон. Новые измененные показания Соединенных Штатов Джон Керри озвучил, когда в Франции уже была глубокая ночь. Вчера вечером, напомню, Барак Обама все-таки извинялся перед Оландом за прослушку. И говорил, что такая прослушка не ведется. Но все-таки в прошлом признавал, что в прошлом велась. При всем уважении к Викиликс, позвольте мне разъяснить. Мы не следим за президентом Франсуа Ландом. США вообще не шпионят за друзьями. И мы не задействуем внешнюю разведку до тех пор, пока не возникает угроза Соединенным Штатам. В отношении слов, что США не следят за друзьями, местные журналисты много об этом пишут. Вспоминают, конечно, и предыдущие скандалы. Самый громкий и последний это в Германии, когда следили много лет за Ангелой Мергель. Кроме того, один из местных журналистов просто сопоставил фотографии американского посольства в Париже за разные годы. Он обнаружил, что там была построена пристройка новая в 2004 году, из которой, похоже, и велось следствие. Там темные окна в этой пристройке. После этого этот же журналист обнаружил, что такие же пристройки появились еще в 19 посольствах и различных европейских странах. То есть можно предположить, что аппаратура для слежки установлена и в этих 19 странах. Джулиано Санчо уже тоже сегодня, просто ночью, призвал французское правительство не прятать в голову песок и не замалчивать скандал, как это делали в Германии. Мировые державы пристально следят за реакцией Парижа, за тем, как он себя поведет. Франция не может занимать положение страуса. Это будет очень четким сигналом для США, а также для других стран. Например, для России и Китая. На кону экономическая и политическая целостность Франции. Суверенитет страны не должен быть попран. Викиликс рассчитывает на Францию. Самое главное, чего сейчас ждут и французские журналисты, и французское общество, и большой настороженностью французские политики, это новых разоблачений викиликс. Дело в том, что обычно этот портал, эта организация работает таким образом, что выдает информацию порциями. Каждая следующая порция еще более скандальная, еще более сенсационная, чем предыдущая. Журналисты и Либерацион и Медиапарта уже заявляют, что у них есть, например, данные. Они сейчас обрабатывают о том, как американская разведка следила за кандидатами президента Франции на прошлых президентских выборах. А это уже совсем недавно. Это говорит о том, что слежка полным ходом велась и во времена уже Обамы. Что ж, будем ждать, какие будут новые разоблачения и будут ли вообще. Стас Натанзон и Игорь Никулин. Вести Париж. Франция. Главное событие года литературы. Форум «Книги России» впервые на Красной площади. В эти минуты масштабный фестиваль открывается для посетителей. У стен Кремля книги от ведущих российских издательств. Еще встречи с авторами, мастер-классы и творческие мастерские ежедневно до 100 мероприятий. И на Красной площади сейчас работает моя коллега Полина Ермолаева. Доброе утро, Полина. Какие книжные премьеры ожидаются на фестивале? И вообще, что сейчас у вас происходит? В Москве дождь, но тем не менее, много ли пришло людей? Да, Ольга, доброе утро. И действительно, в эти минуты на Красной площади гремит торжественное открытие фестиваля «Книги России». Это ключевое событие года литературы в нашей стране. Старт фестиваля даст председатель Госдумы Сергей Нарышкин за музыкальную часть мероприятия. Отвечает Денис Мацуев. Здесь, на Красной площади, он сегодня исполнит свой коронный первый концерт Чайковского. Но все это будет с минуты на минуту. А для посетителей фестиваль уже открыт с 10 часов утра. И вот эти полтора часа под дождем доказывают, что наша страна по-прежнему самая читающая в мире. Потому что плохая погода любителей книг не останавливает. Мы ожидаем, несмотря на дождь, который сегодня начался в Москве, что каждый день выставку будет посещать около 50-100 тысяч человек. То есть за 4 дня работы пройдет 300-400 тысяч читателей. У людей есть уникальная возможность посмотреть широкий спектр, широкую политру книг, которые издаются в Российской Федерации. На несколько дней Красная площадь станет, как в старину, ярмарочный, вход свободный. И книги обещают по цене на 20-30% ниже, чем в магазинах. И, конечно, это уникальный шанс в одно время и в одном таком месте, как Красная площадь, познакомиться с новинками российских издательств. Будут, конечно, и встречи с писателями, и круглые столы. Программа насыщенная. Обещают антикварные книги, и суперсовременные электронные. Всего 100 тысяч книг и 300 издательств изо всех регионов России. В общем, фестиваль уникальный. На Красной площади он проходит впервые, но, вероятно, может стать и доброй традицией. Так что вот такие новости из самого сердца столицы Ольга. Спасибо, Полина Ермолаева, с Красной площади, где только что открылся фестиваль Книги России.